Сегодня в фокусе восточные ароматы. Я не буду читать вам лекцию, как это делают очень многие блогеры. Просто те, кто любит восточные ароматы, наверняка ты, да, именно ты, зашел на это видео или зашла совершенно не случайно. Ты стал искать что-то или про восточные ароматы или стала, и вдруг вам появляюсь я и начинаю читать себе пирамиды, рассказывать то, что и так все знают, а кто не знает. Вы можете просто найти специализированные ресурсы, изучить эту тему глобальнее, но я расскажу вам о своих непосредственно, своих эмоциях и чувствах, которые я испытываю в связи с восточными ароматами. Итак, в парфюмерии во всей существует незыблемых три кита. Для меня, во всяком случае, эти незыблемые киты – это Испахан от Ифроше, это Амариш от Живанши, и это, разумеется, Шелемар от Герлен. В моей коллекции, к сожалению, нет Испахана. Я поставлю вот здесь картинку, как он выглядел, и могу вкратце рассказать свои эмоции, чувства, и вообще, как он ко мне попал первый раз. Сейчас этот аромат винтажный, его можно найти только в винтажных коллекциях. Но так или иначе, если вы настолько съезжаете по этой теме, если вы настолько хотите ощутить, я вам расскажу небольшую историю, которая произошла у меня же со вторым товарищем, а именно с Амарижем. Мне несказанно повезло на мой день рождения. Я зашла в торговый комплекс-центр в городе Ангарске. Город Ангарск, для тех, кто не знает, это столица мира моды. Город универсальных возможностей, просто неограниченных город, безумного карьерного роста во всех направлениях роста, сори. Я, разумеется, прикалываюсь. Максимум нормально в этом городе живут только работники двух комбинатов. Один, например, работники урана, если я ничего не путаю. А второй, это нефтехимическая компания, которая раньше принадлежала Ходорковскому, до того, как его посадили. А потом, как бы, это стало рос нефтью. Ну, просто если кто не в курсе. Кстати, о нефти и бензоине. Плавно перетекаем в эту тему. Цыпс! Я решила, что для, вообще, завершения восточного образа мне надо будет вот эту штучку поставить. Так вот, по поводу нефти и бензоина. По поводу Испахана, девочки и мальчики. Кто считает, что его сейчас можно купить, это неправда. Я созванивалась с официальным сайтом из Роше. Это аромат, вообще, 90-х. И уже в 90-х он испортился, и они перестали каким-то причинам его выпускать. Если сейчас вы видите вот эту волшебную черную баночку, вот этот волшебный черный флакон, который, кажется, что наполнен каким-то вообще эротическим ядом, вообще он какой-то такой, ну, тягучий, томный, классный, и все здорово, вы сейчас там прочитаете «Пирамиды», побежите покупать. Это не тот Испахан. Это подделки. Испахан выпускал и Фроше, и все. То, что сейчас, это уже не Испахан. Итак, переходим к Амарижу Живанши. Что касается рекламы 90-х, она совершенно точно отображает то, какое он есть. А именно, девушка сидит в кафе, ждет парня. Я оставлю ссылочку, где это можно будет посмотреть. Ссылочка будет под видео в инфобоксе. Так вот, девушка сидит, ждет парня. Парня нет. Она однечит, смотрит на часы, очень нервничает. И в итоге это все надоедает, и она уходит. И, разумеется, по закону жанра, как только она ушла, тут же приходит парень. И такой, ну все, я опоздал. Уже такие красноречивые, апонтонимы в рекламе. Ох! Но! Он такой повел носом и понял, что его зевуля где-то рядом. Так вот, я вам скажу, в рекламе ничего не приукрашено. Во всяком случае, тот амориш, он был именно таким. Даже если вы усвистали из кафе на 100, 200, 300 метров, а девушка, кстати, наблюдала за ним и из-за кустика там, или из-за угла. Все, вам не спрятаться. То есть, если вы прошли в амориже, шлейф будет такой, что можно будет вешать не только топоры, но что-нибудь еще существенное. Итак, вот она, моя винтажная, милая малютка, которую я безумно люблю и обожаю. Я вспоминала о нем всегда. Я не знаю, выпускается ли он сейчас. Пожалуйста, те, кто знает, напишите. Я нанесу на себя буквально одну капельку. Вот здесь в крышечке такой, как бы, маленький стаканчик, в нем аромат, и вам не нужно пачкать руки, а просто буквально наносить его туда, куда вам нужно, куда вы хотите. Вот так закрываем. Вот такой колпачок. Вот такая форма. Это мини, разумеется, версия. Но по цвету мы видим, что это волшебный винтаж. И у меня прямо сейчас по руке расползается масляное пятно. Это оно. Это не та шняшка, которой кормят нас в сети по продажам. Он уже вот-вот умрет. Я это чувствую. И вот чтобы он, наверное, не умер, его нужно израсходовать. Но у него такая сложная, такая безумно красивая пирамида, что когда вы не в теме, вы это просто любите. А когда вы уже начинаете вникать в тему, вы понимаете, что это шедевр. Я не побоюсь этого слова. Ну и где покупать нам, извините за выражение, а Мариш, тем, кто его безумно любит, если мы живем за Уралом. У нас 5-6 тысяч километров до Москвы, и примерно столько же в сторону Владивостока. Все, что продается в местных сетях, это, знаете, можно девочкам 15-20-летним рассказывать, что это все настоящее. Чертов два. Этому, кстати, будет посвящена отдельная тема. И я уж вам свет-то пролью, мои дорогие. Поэтому, когда я поняла, что ароматик прикажет долго жить, я настроила так вокруг себя магическую окружающую среду, что я сказала, вот я пойду, я буду искать что-то подобное. Я искала это в Шалемаре, я не нашла это в Шалемаре. Я искала это там, я искала это сям, я перенюхивала прямо шкафы, но я искала вот это. Привет из 90-х. И что вы думаете? Я его нашла. И, между прочим, обратите внимание, вот он у Мариш, вот точная копия в концентрации туалетная вода, стойкость составляет сутки на одежде при обильном нанесении. И есть такая же точно тема в оформлении. Я вот здесь поставлю картинку. Это в бренде арабских духов Аль Рихаб. Кстати, не очень популярный пока бренд, никто его не знает, но это не мешает продавцам арабской парфюмерии. Ставят какие-то баснословные ценники на эту парфюмерию. Так вот, они все похожи, как тройняшки, понимаете? Аль Рихаб я не слушала. Здесь сомнений нет, что это оно настоящее. Любимое, кстати, вы можете считаться парфюманьяком только тогда, когда вы обзавелились хотя бы первым винтажом. Мне безумно повезло. Итак, ароматик. Умирает благополучно. Он начинает умирать, и это все равно рано или поздно произойдет. Как же жить дальше? И тут я прихожу на рынок, на Шанхайку, в парфюмерный отдел. Я не буду говорить, в какой, потому что я с ними не сотрудничаю. Я не буду оставлять на них никакие ссылки тоже, потому что я с ними не сотрудничаю. И вдруг я вижу вот это оформление. Я встала в стойку, как охотничья собака при виде дичи. Вот. Я такая, дайте-ка, дайте-ка. А теперь вот небольшое вступление. Я расскажу, как правильно выбирать. Мне, значит, наносит этот аромат на блоттер. И я сейчас вам расскажу свои первые ощущения, которые я испытала тогда. Попытаюсь их освежить. Вот так можно будет лучше ноту услышать, чем просто так вступую на блоттер. Это почти то же самое. В нем есть одна... То есть в верхних нотах, в нотах сердца и в базе все идентично, за исключением сердца. В сердце вылазит моя нелюбимая нота. Но я не люблю ее сейчас. Это практически знак родной. Вот здесь 500 с чем-то за 4 мл. И вот здесь. Вернее, так вот, чтобы не путать. 500 с чем-то за 4 мл. Божественного просто яда, который отправляет вас как машину времени в прошлое. И вот это. Концентрация до туалета, но достаточно... О, до туалета, но достаточно стойкая. 320 рублей. Я пришла домой. Нанеслась на себя вот так, вот так, вот так. Просто 8 слоев, наверное. Потому что я соскучила. Вот оно. Я его нашла. Правда. Я была бы такая счастлива. Если бы я в тот момент записала видео, оно было бы очень сумбурным. Сейчас я хотя бы это все немножко классифицировала. Я вот хочу его наносить и наносить и наносить. Вот просто не останавливаясь. Ты попадаешь... Посмотрите, какое облачко. Вообще сказка. Распыление офигенное. Сама по себе пирамидка практически один в один. Ничего дешевого. Ничего пластикового. То есть вот это одна нота. Это масло. Масло. Это масляная нота. Это 100% масла. Но это как раз та нота, которую я уже отчетливо знаю. Потому что у меня сейчас огромнейшая коробка масла. Вот я все-все-все-все-все проанализировала. И когда я добавила каплю у этого масла все духи, которые я намешиваю сама, то я вам интересно сниму видео на эту тему. Так вот. Нота вот эта вот, она вылазит, но она вылазит ненадолго. То есть когда я услышала на блотере эту ноту, я подумала, ой, нет. Только не эта. Ну и пошла дальше куда-то по своей... Я была настроена это купить и пока я ходила, эта нота испарилась. То есть она появляется, но появляется на какой-то небольшой, совершенно очень короткий промежуток времени. А Мариша? Ну и вот эта. Очень классная. А то, что касается следующего, третьего кита, который оброс бешеным количеством легенд, который оброс просто вообще огромнейшими легендами и так далее, по нему я сниму отдельное видео, потому что это просто история. Это огромнейшая история как космос просто. Потому что я отношусь к категории людей, которые Шелемар изначально терпеть не могли. То есть тот, который мне попадался, мы просто, я говорю, плакали постоянно надеем Шелемаром. Хочу, но не могу. Я это носить. Вот хочу, но не могу. Про Шелемар я расскажу вам отдельно. Я надеюсь, что вот эта наводочка не оставит вас равнодушных у тех, кто это любил, у тех, кто хочет отправиться на машине времени. В прошлое послушайте Александра Иванова там, боже, какой пустяк. Он автоматически у меня начал играть в голове. Представляете, что парфюмы вытворяют? Они просто как машину времени кидают вас даже на уровне вот на таком, на каком-то подсознательном. Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так. Выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей. Это песня Александра Иванова из девяностых. Я не могла ее не спеть. Просто не могла.